МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Крыши барнаульских домов теперь проверяют беспилотники. Что изменилось на кровлях за неделю? Зараженных меньше, смертность та же. Почему каждый день в ковидных госпиталях края умирает много людей, если регион давно вышел на плато? Как проходит китайский Новый год, если ты не в Поднебесной, а в барнаульском общежитии? Крыши многоквартирных домов и торговых центров краевой столицы продолжают проверять беспилотники. Квадрокоптеры, по информации мэрии Барнаула, уже обследовали Ленинские и Октябрьские районы. Из лишнего скопления снега выявлено не было. На очереди Центральные и Железнодорожные районы. Наша съемочная группа сегодня вышла в свой собственный рейд, чтобы посмотреть на крыши сверху вниз. Подробности у Валентины Аскеровой. Жилые дома с высоты птичьего полета. Картина говорит сама за себя. Крыша, конечно, уже не в сугробах, но снег по-прежнему лежит. После обрушения кровли пятиэтажки над Тимуровской, 19, крыши города частично почистили. Но этого недостаточно, говорят горожане. Вы знаете, не замечая, посмотрите, расчищенная крыша. Я смотрю сразу на дом и понимаю, что не, они убираются. Отлично. Но Кузнецкий одну придавил, еще здесь придавят. Не, ну видеть, видел, когда снегопад был, крыши чистили. У нас хорошо чистят крыши. На вторую западную 66. Ну вообще по городу вот картина, на ваш взгляд, какая? Ну терпимая. То есть немножко получше стали? Ну почему не немножко? Посмотрите, в общем-то, считайте, нету нигде снега. Да так себе. У нас вон дома аварийный, никто не чистит. Вот эти маленькие дома никто не убирает. Они стоят 350 рублей в месяц. Кто будет убирать их? В Барнауле больше трех тысяч многоквартирных домов. Но по нормативам в расчистке нуждаются лишь те, у кого вальмовые скатные крыши. Их в городе 1246. Комитетом ЖКХ они взяты на особый контроль. На вальмовых крышах допускается накопление снега до 30 сантиметров. При этом в случае накопления в большем объеме управляющие компании должны принимать меры по расчистке данных крыш. Если мы говорим про период оттепеля, то в период оттепеля эти меры должны предприниматься более оперативно с целью предотвращения образования наледей, сосулек, которые будут угрожать как жизни граждан, проживающих в домах, так и прохожим. В рамках очередной проверки было выявлено, что от снега и наледи почищено лишь 30% вальмовых крыш. Управляющим компаниям, которые не выполняют свои обязанности, грозит от 250 до 300 тысяч рублей. Сумма штрафа для ТСЖ – 40-50 тысяч. На сегодняшний день по 23 многоквартирным домам уже направлены материалы в Государственную инспекцию Алтайского края. Со стороны Комитета жилищно-коммунального хозяйства на сегодняшний день организованы проверки по 12 многоквартирным домам. В случае поступления дополнительно каких-то обращений или выявления фактов, соответственно, данная работа будет продолжена. И в течение всего зимнего периода. Горожанам, чьи крыши, оставляют желать лучшего, прежде всего следует обращаться в свою управляющую компанию. Если там игнорируют просьбы, то в администрацию района или комитет ЖКХ. Они, в свою очередь, выйдут в речь с проверкой. Их, к слову, чиновники просят горожан не полагаться на ответственность управляющих компаний и своевременно платить за общедомовые нужды. Лишь в таком случае у коммунальщиков будет возможность и стимул чистить кровлю. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Вода повсюду. Жители села Кусак немецкого района пожаловались в нашу редакцию, что накануне морозов их село превратилось в маленькую Венецию. Еще в конце января в самом центре населенного пункта прорвало водопроводную трубу. В мороз вода застыла и теперь в центре Кусака появился каток. А недалеко от местной школы из-под земли продолжает струиться ручей. Эти кадры мы получили от местных жителей. Вот так вот людям приходится. Вот уже две недели сельчанам приходится терпеть неудобства. Ручей добрался до погребов. У местной жительницы затопило дом. Откачивать воду приходится на улицу. Такой вот круговорот получается. Жертвой потопа стала и глава сельсовета. По словам жителей, место порыва до сих пор не найдено, когда устранят аварию неизвестно. От района администрации внятного ответа нам получить не удалось. Что думают эксперты о домах в 25 этажей? Можно ли строить их в центре Барнаула? И почему многоэтажки настолько важны? Этот вопрос активно обсуждали в рамках заседания круглого стола. Его провели по инициативе мэрии. Чтобы обсудить проблемы высотной застройки, вместе собрались строители, общественники, чиновники, ресурсовики. Удалось ли прийти к единому мнению, расскажет Андрей Дреер. Небоскребы, небоскребы. Главная тема круглого стола, за которым собрались застройщики, чиновники, архитекторы, ресурсовики, общественники. Чтобы возводить здание выше 75 метров, в столице края есть все. Даже земля. Но, во-первых, она принадлежит федерации. Во-вторых, нужно заняться планировкой территории, считают эксперты. Там необходимо предусмотреть школы, детсады, прогулочные зоны. И все-таки, учитывая, что Барнаул – это в основной своей части уже сложившаяся застройка, конечно же, приоритет отдаётся комплексной новой застройки на новых неосвоенных участках. Хватит ли для освоения новых участков мощности водопроводов и энергосетей? Ресурсовики считают, что город должен расти именно вверх. Ведь если Барнаул будет расползаться, придётся строить, например, новые котельные. Они портят облик, собственно, города, появляются трубы. Если вы опять же зайдёте так сверху посмотреть на город, нам бы хотелось, чтобы вот этих дымящих труб было меньше. Минимально вот есть, там, грубо говоря, четыре больших, и пусть они остаются. Если же ставить высотки вместо одноэтажек частного сектора, сети придётся менять. А для этого коммунальщикам нужно всё планировать заранее. В любом случае коммуникацию нужно менять. Единственная наша проблема в том, что коммунальщики не понимают, где будет застройка. Хотелось бы как раз уже при этом понимать, а может быть, вот здесь надо поменять трубу диаметра такого на диаметр такой. Мы сегодня этого не понимаем. И когда появится генеральный план, придётся в том же месте, грубо говоря, опять раскапывать и новую трубу менять на новую, на большего диаметра. Это уже проблема генплана. Участники заседания говорили о необходимости создать отдельный городской комитет, вносить коррективы, прорабатывать стратегию развития. И желательно своими силами. Благо, архитекторы в городе есть. В своё время мы отдали Питеру, Ленинграду, так скажем, проектировать наш генплан. И так он не приживается, и не идёт, и не развивается. Нужен генплан развития. Нужна своя группа в городе, которая будет постоянно этим заниматься. Кроме того, застройщики рассказали, что повышенная этажность не их прихоть. Требования рынка. Земля становится всё дороже. И вот спустя сто лет революционный дух вернулся в Барнаул. Заговорили про уплотнение. Плотность Барнаула, количество жителей, поделённое на площадь, сейчас где-то 1,9 тысяч человек на квадратный километр. Если посмотреть все ведущие города, которые сейчас считаются самыми комфортными для проживания, я посмотрел стоп из списка, да, самых комфортных для проживания городов, везде значительно выше, да, там, в 5 раз, в 6 раз плотность выше. Отдельные участники круглого стола называли высотки непригодными для проживания людей. Часто это человейники на окраине города, без удобных парковок и зелёных островков для променада. Застройщики парируют, рынок есть рынок. И выбор делают не продавцы, а покупатели. Это покупатель сам решает, комфортно ему либо некомфортно. А мы, застройщики, мы проводим маркетинговые исследования, мы изучаем рынок. Если мы видим, что на данном участке есть покупатели и люди заинтересованы в приобретении, после этого только мы приступаем к реализации данного проекта. По-другому быть не может. Архитекторы и общественники обратились ещё к одной важной теме. Пусть небоскрёбы появляются, но тогда они должны отличаться передовой архитектурой, становиться символами. Дом под шпилем, который был символом Барнаула, был обнулён, не побоюсь этого слова, появившимся неподалёку, красивым, безусловно, жилым комплексом, который повторяет контуры дома под шпилем. Хотел бы тогда поднять проблему нового символа. Если мы тот потеряли, то давайте подумаем, создадим новый, хороший, яркий. Даже общественники борцы за комфортную среду согласны. Символ может быть и 50-этажным. Но тщательнее всего нужно думать, когда возникает желание вонзить высотку на месте парка, сквера или в старой части города. Это историческая часть города. Это места концентрации наших объектов культурного наследия. Здесь, вот лично моё мнение, конечно, в высоких, очень высоких зданиях рядом с памятниками архитектуры, впритык к памятникам архитектуры быть просто не должно. Но вот мы уже теперь допустили, у нас это уже теперь есть. И мы видим, как это вот выглядит. Итог обсуждения. Высоткам в Барнауле быть. И с этим согласны почти все выступающие. Вот только есть ли деньги у барнаульцев на то, чтобы здание было высоким и в архитектурном отношении тоже? Ведь за красоту придётся платить больше. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. За сутки в ковидных госпиталях края умерло ещё 15 человек. Выявлено 170 новых случаев заражения. Возникает закономерный вопрос, почему количество новых заболевших позволяет нам говорить о некой стабильности, а вот число ежедневных летальных исходов держится практически на одном и том же уровне, что и в октябре, когда в регионе была вспышка коронавируса. Это 13, 15, 16 смертей за сутки. Об этом и не только мы сегодня спросили главного инфекциониста Алтайского края. Ещё 15 жертв коронавируса за сутки. Начиная с осени в ковидных госпиталях края ежедневно умирает до 20 человек. Казалось бы, ситуация стабилизировалась, так почему же число летальных исходов замерло почти на одной и той же отметке? Тяжёлые формы действительно сохраняются пока в абсолютах на том же уровне. Отчасти это особенность течения заболеваемости в популяции. Вот то количество тяжелобольных, это пока ещё можно считать как кумулятивная цифра, накопленная за последние полтора-два месяца, потому что болезнь протекает тяжело. Вот эта цифра, которая пока складывается на сегодняшний день, она таковая и есть. Её сложно, как-то знаете, однозначно комментировать с позиции одной причины. Жители региона точно запомнят осень 2020 года. Потери близких, дефицит лекарств, очереди в больницах, недоступная скорая помощь, переполненные морги и страх. Тогда на вспышку коронавируса наслоились сезонные заболевания. Этой зимой, к счастью, по словам медиков, нет резкого роста числа заболевших ОРВИ и гриппом. Но это пока. Пока сезонность это не прошла. В этом-то вся и напряжённость, и опасность ситуации. А традиционно сезон подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа отчитывается с ноября по апрель. Как это будет? Будет ли это наслоение на подъём заболеваемости гриппом? Будет ли это усиление сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ, вызванной вирусами негриппозного ряда? Никто не скажет. И мы в этой ситуации правильнее должны быть готовы к наихудшему развитию варианта события. Потому что вот эта временная расслабленность, она, конечно, может сказаться в будущем. Вопрос остаётся, пожалуй, за главным. За мотивацией населения на иммунизацию. Прививочная кампания от коронавируса в Крае идёт полным ходом. На данный момент уже более 22 тысяч человек поставили себе вакцину «Спутник Ви». Прививки от COVID-19 по-прежнему ставят в медицинских учреждениях Края по записи и в мобильных пунктах, которые находятся в Барнауле возле торговых центров «Пионер» и «Галактика». И всё же пока 22 тысячи жителей с иммунитетом к ковиду ничтожно по сравнению с общим населением Края. В классике эпидемиологии это должна быть популяция в не менее 70%. Идеальный вариант – 95%. Первоочередная задача у всех нас – это иммунизировать как минимум в ближайшие месяцы 30% населения. К концу года выйти до 60%. По словам специалистов, расслабляться рано. Критический период ещё не пройден. Но, как показывает история, все эпидемии и пандемии длились 2-3 года. А значит, и это когда-нибудь закончится. То, что примерно 2 года длились пандемии, и, возможно, это будет так же и в этом случае, вероятность есть. Наша задача сейчас что делать? Наша задача – соблюдать те мероприятия, которые, как показывает жизнь, несмотря на то, что они нам очень надоели и мы от них очень устали, они тем не менее эффективны. Было бы намного больше жертв ковида, то, с чего мы начали с вами, если бы эти мероприятия вообще не были бы введены. Отказаться от всего, что мы с вами уже достигли путем каких-то усилий, к чему привыкли, и сказать, что всё, для меня история с ковидом закончилась. То есть, ну вот это может быть точно чревато. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День Столка. Алтайские исследователи подтвердили факт гибели женщины, тело которой обнаружили сегодня рядом с многоквартирным домом на улице Попова. По предварительным данным, спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна 12 этажа. 12 февраля, время 12 часов дня, горит квартира на улице Попова. Надеюсь, все будут живы. Спасатели на месте, скорые на месте, пожарные на месте. Видео пожара сразу же появилось в соцсетях. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в квартире на 12 этаже. К месту происшествия стянулись экстренные службы. Из задымленных помещений спасателям удалось эвакуировать 11 человек. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Находилась ли погибшая в квартире, где и случилось возгорание, неизвестно. Сегодня ночью жители Поднебесной отметили Новый год. Между прочим, в Барнауле только среди студентов политеха около 20 китайцев, которые уже больше года не были на родине из-за пандемии. Обычно у них получалось уезжать на китайский Новый год домой. Как местные китайцы справляют праздник в Барнауле, расскажем далее. Судзянь – аспирант политеха. Ситуация у парня анекдотичная. В январе прошлого года приехал в Россию на три дня, чтобы сдать экзамен и вернуться на родину. Как раз к китайскому Новому году. В этот момент страны закрывают между собой границы. В итоге приехал на три дня, остался здесь на год. Даже одежду взял всего на три дня. В этом до сих пор и ходит. Если вы планируете только три дня в командировке, и придется полтора года, но будет много проблем. А у вас жена еще есть? Это самое интересное, но тяжело. Я не могу вернуться, и жена, кажется, тебе рука, это за мной. И как-то тяжело. Судзянь официально расписался со своей женой, а вот свадьбу сыграть не успел. Эта новогодняя ночь тоже прошла мимо. Китайцы очень строго относятся к самоизоляции и до сих пор выходят из своих общежитий только в магазин. Судзянь, например, уже полгода не был в парикмахерской, поэтому какой там Новый год? Судзянь, сегодняшний Новый год, как ты встретил? Один встречал Новый год? Я? Да, да, ты. Ну, конечно, один. В России. Вечером позвонил родители и звонил жены. Поздравляю нашего Нового года. Студент говорит, что наши новогодние традиции похожи. Перед праздником китайцы тоже наводят порядок в доме, закрывают все долги и дела, а главное – стремятся оставить все плохое в уходящем году. Мы, нам как-то Новый год обязательно собираются вместе. Всю семью с родителями готовим, приготовим разные блюда и пить чуть-чуть алкоголя. Мы с помощью Нового года, Нового года еще собираемся. И когда в работе или когда в жизни, у кого есть проблемы, ну, можно спросить помощь. Да, тоже важное значение. Летом после защиты Судзянь все же планирует вернуться домой. Да и уже пора, пока молодая жена не ушла к другому. Я говорю, к сожалению, в этом году в России я не могу домой. И как-то все нормально, я обязательно вернусь с вами, встречаемся, не забывай мне. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. В Барнаульском парке Изумрудный появилось два новых дома, точнее небольших домика. Не беспокойтесь, речь идет не о застройке народного парка. Домики предназначены для коренных жителей белок. Зачем грызунам понадобилась своя жилплощадь, выяснял Илья Кочетков. И вот в это дупло мы ложим орешки. Посмотрите, вот здесь грецкий орех в скорлупе, что для белочек. Фундук. Любовь Полякова живет в нескольких кварталах от парка, но ходит сюда буквально каждый день. Любую погоду. Дождь идет ли, снег идет ли, морозы в 38 я ходила, а у меня муж говорит, ну ты куда? Я говорю, ну им же холодно. Еда помогает белкам, а их в парке сейчас, по наблюдениям специалистов, две особи пережить морозы. Раньше, вспоминает Любовь Николаевна, животных было больше. Увы, они разбегаются. Причина – недостаток жилплощади. Селятся белки в старых дуплах и кронах старых деревьев. А большую их часть вырубил несколько лет назад один из прежних арендаторов парка. Решить проблему призваны вот такие домики, бельчатники. Артем Старыгин живет неподалеку и решил по-своему помочь грызунам. Правильные домики, правда, сделал лишь со второй попытки. Мы первый раз не ушли въезд белки, и домик немножко распадался. Вот, мы укрепили его специально. Ну и адаптировали, как его прикрепить на дерево в специальные такие места, где не достанет человек или какой-то хищник. Домик, лишь на первый взгляд, мало чем отличается от скворечника. На самом деле и диаметр отверстия здесь особый, и форма в целом. Делали бельчатники по проекту орнитолога-биолога Алексея Эбеля. Ученый объясняет, во всем мире в парках принято устанавливать самые разные домики для животных и птиц. Тресогузочники, горехвосточники, домики для пищух. Ну, всем известны скворечники. Есть малый синичник в парке. Можно, я думаю, что у нас повешать, ну, типа в 10, скажем, домиков. И, может быть, мы даже этой весной это сделаем. Два бельчатника установили на центральной аллее. Если животным они приглянутся, то следующие домики начнут появляться в разных концах парка. И тогда, надеются, активисты-белки не будут убегать из парка, а наоборот, потянутся сюда. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Срез времен, прошлое и настоящее. В галерее Туриногора открылась выставка двух совершенно разных авторов. Юрий Гребенщиков – художник, Александр Бовин – скульптор. Дружат давно, а совсем недавно решили подружиться и в творчестве. Удачным ли получился союз, знает Анара Шагирова. Век нынешний и век минувший. Так, сказал бы классик, очутить он здесь. Античность и советское время, славянская и древнегреческая мифология вошли в одну экспозицию под символичным названием «Срез времени». Это такая выставка своего рода «Машина времени», в которой можно посмотреть, как люди живут сегодняшним днем. Вот, как, например, на примере графики Юры. Это как раз наш быт, то, что мы видим каждый день. Ну вот, автор предлагает посмотреть на это немножко иначе. Так, ну, как-то более трогательно, что ли. И если на картинах предстает электронная современность, среди скульптур – окрыленный кар и водолаз Жак из Сибита. На него у скульптора ушло около пяти дней. Прототипом его стал Жак Ив Кусто, тот самый, который изобрел акваланг. Собирательный образ водолаза называется Жак, это, точнее, скорее, дань уважения Жаку Кусто. Сама по себе это работало, именно материал, то есть это своего рода рабочая модель. То есть, вот, наступит лето, я буду делать в камне. К сожалению, мы сумели лично познакомиться только с Александром. Но даже не зная второго автора, понятно, что эти два человека дружат давно. Настолько гармонично они и в своем творчестве. Совместные выставки делают нечасто. Это будет работать в галерее Туриногора до 8 марта. Анара Шагирова, Александр Атропов. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных.